Ну хорошо, да. Ну вот, как я сказала уже, да, я родилась в городе Ленинграде, закончила школу и пошла в медицинский институт. И вот закончила медицинский институт и стала работать врачем-акушером-гинекологом в различных роддомах Ленинграда и области. Ну и как я вот уже сказала вам, да, что в роддомах видела я только, в общем-то, одну и ту же картину, да, роды тяжелые, женщины страдают, мучаются, боли, крики, слезы и так далее. И вот до поры до времени как-то все это, ну я могу сказать, что это совсем хорошо воспринималось, но других вариантов как-то не было перед глазами. Вот. И вот пока я так работала дальше, в 33 года меня настигло собственное заболевание, недостаточность кровообращения, сердечно-сосудистые патологии. Мне там писали всякие диагнозы, чуть ли не порог сердца, хотели оперировать сердце и так далее. Но у меня ума хватило не поддаваться на эти все, так сказать, вещи. Вот. И пять лет меня лечили добросовестно лекарствами. И на пятый год уже, когда я стала замечать, что пока меня нашпиговывают препаратами, вроде я себя чувствую лучше. А когда лечение прекращается, все скатывается обратно. Да, и у меня немножко уже как-то вот шарики забегали, а что это происходит вообще, да. Ну вот. И вот когда уже на пятый год лечения, мне поставили капельничку в больничке, а больничка серьезная, военная медицинская академия. Вот. И под капельничкой я получила, правда, микро, слава Богу, но инфарктик миокарда. И вот тут уже мой мозг включился. Хватит лечиться, а то долечишься, да. А как лечиться? Ну вот с этого момента начался мой путь, мой поиск, да. Как же мне выжить-то вообще-то? Потому что ходить вот так вот и задыхаться на ровном месте, кому я такая нужна, да. И вот потихонечку-потихонечку стала я изучать. Изучать что? Конечно, не учебники медицинские, в которых, так сказать, ответа не было на мои вопросы. А ко мне вот интересным образом стала приходить информация, какие-то крошки, какие-то кусочки, обрывки, но все-таки из народной медицины. И вот потихоньку-потихоньку я стала выкарабкиваться, стала себя лучше чувствовать, стала себя оздоравливать естественными методами. Но потом, значит, на каком-то этапе я почувствовала, что уровень мой остановился и дальше не идет. И тогда тоже пришлось опять же искать информацию. И я пришла тогда к пониманию, что, в общем-то, с одним телом работать бесполезно, да, что надо работать еще и с головой, да. То, что вы все, конечно, знаете, что дух, душа и тело – это единая структура. Но тогда для меня врача это было открытие, потому что, как я тоже рассказывала в лекциях, когда я училась в институте, это вот советская эпоха, да, существовал министерский приказ, который запрещал преподавать психологию врачам в медицинских институтах. Вот спроси у них, я не знаю почему. А об этом нам рассказал уже в 2001 году, когда я там работала в одном роддоме, и пришел к нам заведующий кафедрой психологии из одного института, там тоже медицинского в Питере, и он об этом сказал. У меня, честно, так сказать, глаза на лоб полезли. То есть, действительно, при обучении врачей в медицинских институтах, как я говорю, душу оторвали, да, отдали нам просто тело, кусок мяса и делайте с ним, что хотите. И, в общем-то, я считаю, что до сего дня наша медицина, она, так сказать, идет в тупик, именно потому что, потому что нету вот этой связи, да, врачам отдали тело, и они только тело пытаются лечить, что абсолютно бесполезно. И вот, дальше, так сказать, потихоньку, потихоньку моя жизнь продолжалась, и путь мой шел вперед. И вот, в 2001 году, вот и об этом я узнала, да, что нам вообще было запрещено преподавать психологию, то есть, самостоятельно приходилось как-то информацию изучать, да, как я делал психолог с молочкой. И тогда же, в 2001 году, я впервые узнала о перинатальной психологии. И я говорю, что это был для меня, в общем-то, сильнейший шок, потому что в учебниках по акушерству писали и пишут до сих пор, что плод – это объект родов. Объект – это кто или что. Это неодушевленный предмет, да. И на этом построена вся медицина акушерская, да, вот, или акушерская медицинская, на том, что ребенок – неодушевленный предмет. Поэтому огромное количество вмешательств роды, они связаны с тем, что действительно врачам не дают эту информацию. И больше того, значит, вот эта наука, о перинатальной психологии. Понятно, что такое? Или объяснить? Объяснить, да? Да. Ну, психология понятна. О пере – вокруг, о натальной – рождение. То есть еще в 70-х годах несколько исследователей сразу в разных трех странах выяснили, что когда человек рождается, то вся информация, происходящая вокруг, и во время беременности, и во время родов, она запечатлевается в подсознании в виде информационных блоков. И вот американский психотерапевт Санислав Грох назвал это базовые перинатальные матрицы. Почему базовые? Потому что они в жизни человека самые первые. Перинатальные – потому что вокруг рождения. А что такое матрицы? Всем понятно? Это то, что может повторяться в жизни. Если человек попадает в какие-то идентичные условия, то программочки срабатывают. И еще очень важная вещь написал Станислав Грох, что базовые матрицы сохраняются с человеком на всю жизнь и определяют его здоровье – психическое и физическое. И тогда, имея огромный опыт этих родов ужасных, болезненных, страшных, я себе это, так сказать, представляю, с какими жизненными программами подавляющее большинство современных людей пришло в этот мир. И программы «Слово из компьютерного языка», но оно очень уместное, потому что я общалась с одним физиком, но он уже ушел в мир иной, он старше меня намного был. И он сказал, что он стоял у истоков создания компьютера. Он говорил, наши первые компьютеры были с трехэтажных домах. Ну, а сейчас мы знаем, какие они. И он сказал, что принцип работы компьютера с позаимствием от работы головного, может быть, человека. Но мы также знаем, чтобы компьютер запустить, кроме железки и кнопочек, там что нужно? Программа, да? И тогда получается, что вот эти наши базовые периметальные матрицы – это и есть те программы, которые мы получаем при своем рождении. За то время, пока мама вынашивает перемену, все события, все маминопереживания, все эмоции, все чувства – все записывается вот в эти матрицы. И как теперь с ними жизнь? Ну, а тут есть очень интересный товарищ в Москве, психотерапевт Ковалев Сергей Викторович. Я очень рекомендую его книжку «Мы родом из страшного детства». Совершенно замечательная книга. Я считаю, что она «Мы родом из страшного детства». И он тоже пишет, что если ваши программочки делают вашу жизнь не такой уж хорошей, счастливой и радостной, то вам эта книга нужна. И он дает в этой книге упражнения для самостоятельной работы. Она висит в интернете в открытом доступе. Ковалев Сергей Викторович «Мы родом из страшного детства». И я практически… Ну, поскольку ко мне обращаются люди, у которых есть проблемы со здоровьем, да, вот, и у них всегда тоже есть проблемочки какие-то те или иные в этих программах, да, я, в общем-то, адресую туда. И вот, и вот, и вот, так сказать, дальше у меня больше дров. И вот, наконец-то, тоже в 2001 году сюда свела меня и с домашними родами. Конечно, сразу вот из роддома пойти на домашние роды – это нереально будет. Да. Мне казалось, что это вообще невозможно, да. Очень сложно, конечно, врачам роддома. Ну, во-первых, мне всегда жалко врачей, потому что слои, в которых они работают, и в женской консультации в роддоме – это, в общем-то, чудовищные слои. Их обложили стандартами, протоколами, министерскими приказами. В общем, кучей бумажек их обложили. А теперь еще, это страховая медицина, которая началась в конце 90-х, приходят эти страховщики, да, и проверяют бумажки, листают, листают. Нет запятой – минус денежка. Нет анализа – минус денежка. Не сделал по стандартам – минус денежка. То есть они вообще как роботы работают. Им даже думать нельзя самостоятельно. Они обязаны вот от сих до сих выполнять вот эти все рамки. Кошмар, да. Поэтому, я говорю, мне их жалко. И я рада, что я оттуда, так сказать, уже ушла давно. Вот. Поэтому обижаться на врачей нельзя и не стоит. И кроме того, конечно, в общем-то, ответственность. Ответственность за здоровье каждого конкретного человека на ком лежит. За здоровье человек кто отвечает? Сам человек. Совершенно верно. А что происходит, предположим, в том же роддоме, да? Ну, вот перед тем, как мне уволиться, там была такая ситуация. Значит, я уволилась в шестом году. Я уже, так сказать, в свободном творческом полете, 13 лет. Вот. Приходит женщина, поступает на роды. Роды преждевременные, женщины оживедшие. Что же такое? Мужчин говорит, что-то так. Вот. И там в этих родах врачи, так сказать, бились, бились, старались, старались. Но все-таки ребеночек недоношенный, он умер. И женщина подала в суд на врачей. И там какие-то иски, я не знаю, безумные деньги, которых нет ни врачей, ни в роддоме, вообще в медицине. Ну, спрашиваются задачники, да? На самом-то деле, если бы женщина была абсолютно здорова, роды бы наступили вовремя в срок, и ребеночек бы родился нормальной здоровой, да? Так тогда получается полный абсурд, да? То есть на врачи им переложили ответственность за здоровье человека. Хотя Всемирная организация здравоохранения посчитала, что 55% здоровья зависит от образа жизни. И всего лишь 8-10% от медицины, да? Остальное там генетика и экология. Поэтому, поэтому вот я и говорю, что, хотя очень любят сегодня некоторые специалисты, особенно те, которые вешают всякие лекции в интернете, да, обвинять врачей, что вот им нечего делать, и они все время вмешиваются. Да, они такие же халявщики. Я говорю, я великий халявщик, я люблю, когда нечего делать. Когда приезжаешь на роды, сидишь и смотришь, да чего, все хорошо. Да, говоришь маме, поздравляю, дорогая, и уезжаешь. Вот это замечательно, ведь это же труд. Это же труд, конечно, это колоссальная, колоссальная подготовка. Ну и вот, так сказать, постепенно изучая все эти вопросы, я пришла к пониманию, да, что вся наша, так сказать, медицина сначала сама все ломает, а потом кричит, мы спасаем. Потому что, как известно, да, всю советскую эпоху запрещали женщинам пить воду, потому что отеки у беременных. И я даже перечитала учебник 1986 года, по акушерству он у меня лежит. Я периодически туда заглядываю, чтобы найти некоторые ответы на некоторые вопросы. И там написано, что отеки у беременных – это лишняя вода в организме. Это бодяжина? Бодяжина, да, бодяжина. Лишняя вода в организме. Вот, но если изучать книжечки Батман Кхелиджа, доктор такой азиатский, который писал книги «Вода для здоровья», ну и еще другие названия, но суть одна, «Вода для здоровья», он пишет, что отеки – это следствие дефицита воды в организме. То есть, понимаете, вот этот подход медицинский, с точностью наоборот, он вывернут наизнанку, да, и для того, чтобы не было анемии у беременных, да, всех беременных заставляют есть мясо и в огромном количестве. Ну, поскольку тут они вегетарианцы, то это вы понимаете, да. Ну, в большинстве, скажем так, в большинстве, да, то вы понимаете, да, к чему это все ведет. Ну, и вот таким вот образом, конечно, с одной стороны, медицина, как я теперь пришла к убеждению, не знает о человеке больше, чем знает, к сожалению. И вот это наша такая культура, что ли, вот, которая внедрялась. Ну, вот я родилась в 49-м году в Ленинграде, да, собственно говоря, это тяжелые послевоенные годы. Ну, я помню, у нас дома была такая книга, рецепты вот по питанию, да, вот такая красивая, красивая толстая книжка, вот, и там все эти рецепты были какие блюда, вареные все, вообще. Там какой-то один фруктик на десерт и топал яблочко, да, а все это супы, 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 там всякие котлеты, 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 макароны и прочее, прочее, прочее. То есть это вот была такая, я не знаю, насколько она, откуда она взялась, но такая вот культура, она была очень сильно, да, внедрена. И поэтому, конечно, действительно говорить о том, что все женщины, особенно живущие в городах, очень здоровы, не приходится. И дальше, по мере того, как я, так сказать, изучала эту всю информацию, я очень придаю большое значение и благодарна, так сказать, товарищу Рикевегу. Это такой немецкий гомеопат, который родился в конце, значит, 19 века и умер в середине где-то, там, в 1970 каком-то году. Очень интересную теорию он создал. Ханс Христиан Рикевег. Гомотоксикология. Гомо – это человек, а токсикология – это токсикология, да, это речь, он ведет практически параллельно о том же, о чем говорит наша народная медицина. Наша народная медицина о чем говорит? Путь к любому заболеванию – это зашлаковывание организма, накопление всяких токсических веществ. И обратно очищение организма, путь к здоровью. И вот то же самое говорит, писал в своей книге Рикевег, но еще очень интересную вещь. Я у него нашла мысль такую, что по мере накопления токсических веществ в организме, в любом организме изменения происходят в одной и той же последовательности. То есть он описал шесть универсальных стадий болезни. Речь идет не о том, что вот человек заболел, и вот он болеет все оставшиеся в жизни. Речь идет о том, что его состояние таково, что степень, я теперь, его стадии болезни провожу параллельно степени зашлакованности, да, такой, и как бы состояние скрытой болезни. И вот, ну, более подробно обо всем этом я рассказывала на семинаре, и запись висит у меня на сайте, нужно будет потом открыть и послушать. Она в открытом доступе на Ютубе висит и на сайте висит. Вот. Но я благодаря вот этой его теории пришла к пониманию очень интересной вещи, что на момент родов степень зашлакованности организма мамы и ребенка абсолютно идентична. Абсолютно идентична. И, к сожалению, степень зашлакованности всех современных людей, в том числе беременных женщин, увы, достаточно значительная. И поэтому, поэтому, как говорится, от осинки не родятся апельсинки, и здорового ребеночка может родить здоровая женщина, каковых на сегодня, простите, не наблюдается. Давай, посуду. Значит, по поводу плаценты сразу могу сказать, да. Плаценты – это фильтр, но, как любой фильтр, она что-то может задержать, но не все, к сожалению. И есть, работает даже по препаратам лекарственным, которые проходят через плаценты, не может она их задержать, так что, увы. Увы. Ну и все остальное тоже. Ну, по токсинам-то не то, что не исследовал. Я просто аналогию провожу. И даже степень зашлакованности плаценты, раз уж вы задали вопрос. Есть понятие кушерства и степень зрелости плаценты. А я пришла к пониманию, что нет никакой зрелости. Степень зашлакованности. Да. То есть... Но ни зашлакованности, ни зашлакованности. Нету. Нету. Вот я и говорю, я белая ворона и плыву прочь в течение. Поэтому открывайте весь семинар и слушайте, я там подробно рассказываю. Нету ни зашлакованности, ни зрелости, ни старения, а есть зашлакованность. А? Да. Да. Все зависит от здоровья мамочки. Я не знаю, кто это придумал. Ну, медики придумали. Фамилии, авторы не знаю. Ну, ради бога. Ну, дело в том, что, как бы сказать, вот я и говорю, сложность в моей жизни в том, что все мои коллеги говорят, что малыш вообще-то я не обращаю. Но вещаю, то, к чему я пришла, и все говорят, так это ж не так, это ж не физиология. А там по-другому говорят, а там по-другому написано. Я велюсь с вами своим личным опытом. Понятно, да? Так вот. Нет ни старения, ни созревания. Чем чище организм женщин, тем меньше изменений происходит в плаценте. Принцип вот такой. И наоборот, чем больше их происходит, тем больше, значит, зашла корма организм беременной мамы. Я увидела это впервые, отметила для себя на беременных курящих. Я же 20 лет сидела параллельно с обществом на аппарате ультразвуковой диагностики. И поэтому у меня была такая возможность, да, странно, это анализировать. И как я говорила женщинам, я вижу вас не только снаружи, но и внутри, да, насквозь я вас чешусь. Ну вот, и поэтому, конечно, многие... Да нет, я привыкла, спасибо. Вот, и поэтому многие вещи, которым я пришла, они, в общем-то, так сказать, только в моих руках и находятся, да, потому что у меня нет научных следствий института, у меня нет печатных трудов, чтобы это все было доказано. Поэтому я просто делюсь своим опытом. Вот, и так, значит, степень зашлакованности, да. И если мы будем, так сказать, ну здесь вот я говорю, нет у меня всяких этих картинок и всего прочего, да, ну, условно. Реки Век описал 6 универсальных стадий болезни, да. И он написал, что в первых трех стадиях происходит зашлакование межклеточного пространства, то есть соединительно-тканных структур. И если человек меняет образ жизни, да, то, в принципе, возможно самовыздоровление. Но следующие три стадии, с четвертой по шестую, там уже происходит повреждение клеточных структур, да. И тогда уже, кроме образа жизни, там нужны еще какие-то усилия, да, по очищению организма, по оздоровлению организма. Так вот, у него написано, что четвертая стадия болезни – это повреждение клеточных оболочек. Ни одной клетки, ни одного органа, да, в организме клеточных оболочек. И когда я там увидела, вот, в этой четвертой колоночке, вирусные инфекции, у меня, так сказать, сразу пазлики в голове сложились. Вирусы где у нас проживают в организме? Вирусы, вирусы. И размножаются. Внутри клеток, совершенно верно. Ни в первой стадии у него не было вирусных инфекций, ни во второй, ни в третьей, да, они появились в четвертой. То есть, если у человека те или иные вирусные болячки бывают, а у ВРЦ все болели, это говорит о том, что организм в какой колоночке живет, в кавычках? Четвертой. А я всегда вопрос на засыпку. Поднимите руки, кто из вас, кто ни разу в жизни не болел ни одной вирусной инфекцией. Понятно, да? На этом я и основываю свое утверждение, что сегодня нет абсолютно здоровых женщин, и поэтому не рождаются абсолютно здоровые дети. И если вы откроете в интернете вопрос просто, да, статистика заболеваний детей, вот в России, да, там за последние годы они обычно дают, но вы увидите, что все заболевания, что растут, неуклонно растут. Вы понимаете? Вот. Именно вот это, так сказать, мой крик души. Так вы поймите, если дети рождаются больными и еще больше болеют, так что нужно делать всем людям, которые еще только хотят рожать детей? Очищаться. Готовиться, 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 причем задолго, потому что в народной медицине есть еще одна такая аксиома. Сколько лет человек шел к болезни? Если он меняет образ жизни, столько лет он из нее выходит. Это кто сказал? Я прочитала такую информацию, мне встретилась такая информация, я, так сказать, ее придерживаюсь. Но я всегда говорю так, что нам достаточно перебраться о бесплодии в эту табличку, но, правда, уже не сам реки вверх поместил, а его уже, так сказать, последователи у него, родственники есть там, да, дети и так далее, которые по его принципам работают, и фирма в Баден-Бадене работает. И вот новые таблицы, они все более пышные, толстые, там диагнозов больше, больше, больше. И вот бесплодие там находится в пятой колоночке, в пятой колоночке. То есть природа-то умная, как уже доказали наши ученые, в частности, вот Казначейк Владимир Петрович в Новосибирске, в Академгородке, в нашей клеточке тело обладает интеллектом. И я говорю, тело умнее головы. Голова хочет ребеночка, а тело-то понимает, что оно вот в таком состоянии не справится. А телу, как сказать, при рождении дана такая свыше программа – выжить. Выжить. И тогда что тело делает? Чтобы выжить самому, оно перекрывает репродуктивную функцию, выключает ее. Женщина не беременеет. Тогда врачи начинают что? Берут яйцеклетку, берут сперматозоид, пробирки перемешали, зародыш получили и в матку. А чем очень часто кончается ЭКО? Выкидышами. Потому что я говорю, тело умнее головы. Понятно, да? То есть наша задача какая? Ну хотя бы из пятой колоночки перебраться в четвертую. И то уже наступает беременность. Но при этом надо помнить, что маме нужно беременной всю беременность очищаться активно, а после родов продолжать себя очищать, чтобы чистым молочком поить. И параллельно ребеночка очищать. Ну вот про медуды очищения я думаю, что мы, наверное, все-таки к следующему разу поговорим. Ну вот, не знаю, либо если успеем сегодня, посмотрим, как пойдет. Ну вот, то есть вот этот вот момент мне очень важно всегда донести. Особенно вот когда встречаешь такую информацию, ну вот буквально, я вот проводила семинар сейчас, да, в сентябре там белые скалы. Ну вот. Вот. И я не успела приехать, ко мне там сразу обратилась одна женщина местная. Ну местная она стала недавно, там она жила в каком-то городе очень долго, а потом вот они переехали на природу. Ну вот. Женщине 40 лет, и у нее, значит, первые роды прошли вроде нормально, второго она ребеночка дома родила благополучно, а вот третьего ребеночка она 40 лет рожала дома, и ребеночек умер в родах. Спрашиваются задачники, она мне говорит, почему, что же произошло, да, а вот то и произошло. Если мы живем в городе, дышим смогом, пьем грязную воду, едим химическую пищу, что степень дошлакованности, что делает? Нарастает, нарастает и нарастает, а если мы понятия не имеем об очищении, она и говорит, что да, я уже только после вот этой беды нашла, вид, ваши лекции. Ну вот, увы, очень жаль, что после, да, если бы она это нашла раньше. Здесь сам возраст не играет большого значения, потому что я наблюдаю женщин, которые 42 года, 43, первый раз рожают, но если они очень осознанно подходят и активно очищаются, то они прекрасно рожают, прекрасно. И после 40, да, вот я об этом и говорю, да, вот я об этом и говорю. И чем старше возраст, тем более актуальна, да, вот эта тема очищения организма и подготовка к зачатию и к родам. И сегодня есть такая тенденция, либо она у меня перед глазами есть, потому что женщины все-таки как-то первородящих 20-летних у меня почти нет, а вот первородящие 35 и более, они у меня все гурьбой, чередой приходят, да. Но, видимо, сегодня и жизнь такая сложная, и поэтому особенно приходится, да, им все это объяснять и с ними вот это все прорабатывать, чтобы подготовились. Но рожают очень хорошо, просто хорошей подготовки в любом возрасте рожают хорошо. То есть нет предела с русским, на самом деле, да. Но все зависит от состояния. Это я говорю, в какой колоночке проживаем. Исходное состояние очень большую роль играет. И поэтому я говорю, что вот когда на сегодняшний день женщины, которые там 20-30 лет прожили в городе, а потом приехали на природу и считают, что там все само естественно должно произойти, вот они очень часто, так сказать, попадают в неприятные ситуации. Чего не хотелось бы. То есть действительно, вот я и утверждаю, сегодня к беременности и к родам нужно готовиться всем абсолютно. Всем абсолютно. Какие еще вот тенденции, да, наблюдая сегодня, хотела бы озвучить. Когда я кончила институт в 1974 году и стала работать в роддоме, у нас было всего 2% кесаревых сечений. В 1974 году 2% кесаревых сечений. Да. К концу 90-х их стало уже в среднем по стране 15%. А сейчас их уже так много, где-то в среднем 30, но говорят, что в некоторых городах еще больше есть. Да, уже и 50 даже процентов. Что происходит? Что происходит? Вы представляете себе, что все-таки что-то происходит? Это же не просто так. Ну и опять же, так сказать, мой компьютер работает, анализирует ситуацию. И я наблюдаю два таких вот печальных процесса, которые, так сказать, друг друга усугубляют. С одной стороны, это вес новорожденных детей. Когда в 1974 году я работала, у нас была такая установка, которая пришла, опять же, из ООЗа, из Всемирной организации здравоохранения, что доношенными считаются все детки, рожденные с весом 2,500 и более. И все детки рождались, ну, условно, в рамочках, 2,500, 3,500 просто. Мы это видели каждый день, да, на работе. И если рождался ребеночек 4 килограмма, говорили, о-о-о-о. Сначала говорили богатырь, а сейчас перестали говорить богатырь, потому что сейчас говорят травматика. Травматика. А почему такое? Да, травматика. Потому что вы только точно знаете, что когда ребенок проходит по родовому каналу, это костное кольцо, кости черепа что делают? Складываются, складываются. И с мозгом что происходит? Не сужается, а сдавливается, сдавливается. Вот. И чем больше голова, тем что сдавление мозга больше, вы понимаете? Поэтому наш, какой шкурный интерес-то, чтобы ребеночек был небольшой, да? Ну вот. А сегодня все дети, вы посмотрите на статистику, 3,500, 4,500. А что случилось? Что случилось? Да. Почему такие дети крупные? Правильно. Правильно. То есть происходит внутриутробное ожирение вот этих детей. И я остаюсь при том мнении, которое, да, вот было вначале. Нормальные дети – это 3 килограмма плюс-минус 200-300 грамм. Это нормальный вес новорожного ребенка. Все, что более, 3,500 и более, я считаю внутриутробным ожирением. И я считаю, что это крупный ребенок, да? И от этого уже, так сказать, мы и пляшем. Как мы родим, будут какие осложнения, проблемы и так далее. Тогда дальше следующий вопрос. Опять же, в медицине утверждается, что вес при рождении – это наследственная какая-то штука. Совершенно верно. Я тоже убедилась, что ничего общего нет. Действительно, опять же, практический опыт показывает, что у меня была возможность делать такие наблюдения, поскольку я говорю, что я параллельно сидела на аппаратуре. Если женщина приходила, ну, предположим, там еще где-то 2 месяца до родов, да? А измеряешь ребеночка, и видно уже, что он опережает свой срок, что он уже тенденцию крупную имеет, да? И я таким женщинам начинала тогда вот давать рекомендации там по питанию, по движению. И если эта женщина потом, значит, попадала мне в поле зрения, да, либо перед родами, либо уже после родов ребеночка взвесили, да, я видела, что вот действительно при соблюдении определенного питания и активном движении детки растут не так быстро. Вообще, они очень быстро растут в утробе за последний месяц-полтора-два. Вот там они набирают вес быстро-быстро. Где-то я наблюдала, что могли за последний месяц, а там же на этом аппарате, там все это, компьютерная есть техника, которая все это подсчитывает, да, отмеришь там голову, живот, бедро, и он пишет примерный вес, да? Ну вот. И мог ребеночек у одной и той же мамы, да, за месяц прибавить килограмм. Вот такие бывают, так сказать, быстрые темпы роста у натреутробного ребеночка. Ну вот. Ну и опять же, да, вот весь этот анализ, вся эта практика показывает, что если убрать углеводы, что такое углеводы, углеводистая пища, это все мучное, да, все сахар содержащее. Слово сладкое не говорит, потому что мед – это полезная сладость, да, все сахар содержащее. И картошка, крахмал. Ну вот. Вот достаточно было даже вот изменить, еще не на вегетарианство, а просто вот изменить, скорректировать вот в эту сторону питание женщины, и уже действительно в динамике вес ребенка рост медленнее. И плюс, конечно, активное движение. Все виды тренировок, я считаю, они полезны для беременных. Я вообще в конце концов нагрела, у меня все беременные по стадиону бегают. Бегают. Я говорю, не будешь бегать, я на роду не приеду. Шантаж. Да какой тонус? Вообще тонуса не существует, Олмас. Да нет никакого тонуса. Ой, слушай, я вспомнила, когда 10 лет назад примерно была конференция у Кати Перховой в Москве. И там были иностранные вот эти акушерочки, и наши тоже, российские. Ну, через переводчика там общались. И наши задают вопрос. А скажите, пожалуйста, что вы делаете, когда тонус? Иностранцы сделали квадратные глаза и в ответ спросили, а что это такое? У них нет такого. Я же и говорю. Богатые фантазии. Очень богатые фантазии, на первом месте страхи, конечно. Ужасные страхи. Программы со страхами. Если все рождаются со страхами, то живут со страхами. И на работу проецируют свои страхи. И поэтому кругом одни страхи. Вот поэтому вот эта атмосфера. Все хорошо. То, что надо. Да. Врачи, чтобы хранить женщину, сколько лет, чтобы было оплачено, чтобы было врачей свидетельство. Не надо. Не надо. Что на работу в другом? Что не надо? Может, какого практиковалось? Ну, может быть, у вас практиковалось. У нас какого не практиковалось. Наверное, в разных местах по-разному. Да. Нет, у нас действительно там, если уж лежали с угрозой, то там с угрозами, там кровотечения, вот эти вот явления, это, конечно, угрозащий выкидыш. Да. Вот. А все эти тонусы, это только страхи. Вот. Ну, и так, вернемся к нашим баранам. Да, мы возвращаемся к вопросу о весе новорожденного ребенка. Итак, значит, управляемая величина. И я убедилась в этом неоднократно, когда у меня приходили на занятия женщины, у которых в первых родах было кесарево из-за того, что они не могли ракить ребенок очень большой. Ну, обычно там больше 400 килограмм. Вот. И когда они приходили более-менее вовремя, ну, ни за неделю, ни за месяц до рода, да, и они проживали хотя бы там где-то половину беременности, вот, по этим принципам, то детки в пасторных родах были меньше. И они уже рожали их сами. Хотя в учебнике, опять же, написано, что одной и той же женщины в каждых следующих родах вес новорожденного возрастает. Ну, вот. Ну, увы и ахт, да, вот я говорю, все эти теории, они далеки от реальности. Ну, вот. То есть вот таким вот образом мы можем этим процессом немножечко управлять. и, так сказать, встречный процесс достаточно нехороший, я бы сказала. Вот когда я еще была в школьном возрасте примерно, я могла просто вокруг, надо, да, видеть женщин с такой интересной фигурой, да, женской фигурой узенькие плечики, талии и вот такие вот бедра. Я сейчас таких женщин не вижу вообще. Куда деваются женские тазы? А если посмотреть, ну, я как с акушерской колокольни, да? Ну, вы меня простите за специфический профессиональный язык, да? А сейчас смотришь на молодых женщин, особенно вот со спины, да? Даже не поймешь, кто это идет, юноша или девушка. Стрижка короткая, плечи вот такие и тазик вот такой и в штанах. И все. А как через такой тазик рожать? Тазик рожать. Именно с этим я связываю то, что и травмы в родах, разрывы, они ведь тоже нарастают. И это связано опять же с тазом. Когда ребеночек выходит через нормальный таз, там определенные пропорции, размеры, движения, все. Вот там идет, как природа расписала, и все идет хорошо. А когда ребеночку приходится, да еще крупному вылезать, да еще суженый тазик, да, там все превращается в пытку и для мамы, и для ребенка. У ребенка безмерно складывается голова, там страшные головные боли, да. А у мамы очень сильно растягиваются ткани промежности, из-за того, что таз узкий, ребеночек немножко по-другому проходит, и сильнее растягиваются ткани промежности. Вот, и поэтому я озадачивалась этим вопросом, да. А как же так, а почему? И тема очень интересная. Тоже вот как-то в институте не обращали внимания, я тоже как-то упустила. А вот потом уже, когда я после 2000-х годов наблюдала вначале работу Костоправа Никулина Владимировича, в Москве такое есть, да, знакомыми. Вот. И вот уже благодаря его работе, его рассказам, для меня вот эти вещи многие стали более понятными. И именно тут, так сказать, я обратила внимание на какой процесс. Дело в том, что когда ребеночек растет, вот родной мамы, у него сначала нет костей, да. Сначала хрящики там образуются, то есть скелетик весь из хрящей. Потом постепенно образуются ядра костейминя, и к моменту рождения часть костей, говорю, да, большая часть костей, они еще не полностью окостенели. И опять же, мне было так забавно, когда я встретила в детской книжке, которую купила для внучки, там написано, что у новорожденного костей на 100 больше, чем у взрослого человека. Как это так? На 100. Больше, чем у взрослого человека. Куда они одеваются? Оказывается, речь идет о том, что многие кости при рождении, они еще состоят из отдельных костей. Вот, например, любая длинная трубчатая кость, и есть такая длинная часть, есть на концах тоже еще как бы отдельные косточки, а потом все это превращается в одну кость. И таких костей-то у нас много в теле, поэтому действительно на 100 больше. Но для нас сейчас самое интересное – это кости таза. Так вот, оказывается, когда девочка рождается, и мальчик тоже, таз имеет структуру, да, вот кости таза, они состоят не из двух тазовых костей, а из шести, которые постепенно с возрастом окостеневают, да, и срастаются в две тазовые кости. А в каком возрасте это все происходит? А? Ничего подобного. У нас в учебнике написано 16-17 лет. А когда я лет пять назад разговаривала с одним врачом-травматологом из Американской академии, я ему задала вопрос. Я говорю, ну вы же наблюдаете этот процесс, то есть к вам же разного возраста, либо приходит. В каком возрасте? Он сказал 14-16 лет. А как вы думаете, когда в месячной начинали, да? Нет, в месячной сейчас раньше начинается, коротко. То есть нет связи с нечинением. Ага. Вот гормональные есть, только не в месячной, я по-другому сейчас скажу, сейчас скажу. Вот. Значит, во-первых, еще быстрее, значит, срастаются эти косточки, да, то есть раньше, то есть таз уже не успевает сформироваться под действием гормона, да? Вот. А кроме того, кроме того, я пришла к пониманию, всем, наверное, понятно такое слово, психосоматика, да? То есть, проблемы любых заболеваний нашего тела, они идут от головы, от наших эмоций, чувств. Так вот, очень тесно связаны между собой гормональная система в нашем теле и эмоциональное наше тело, теснейшим образом связаны и взаимодействуют. И вот уже здесь, если вот с этой колокольни рассматривать ситуацию, то что мы можем наблюдать? Если мы говорим, что гормоны, да, управляют многими процессами, а наши репродуктивные структуры управляют наши женские гормоны, да? И формирование таза, и этой самой ментуальной функции, чтобы наладить, и все-все-все. Но, но, с какими эмоциями, вот, скажем так, за последние, скажем, 40 лет, да, в жизнь приходили дети? С какими эмоциями, я уже озвучила, страх на первом месте, да? И все, и же с ним негативные эмоции. И вот именно преобладание, да, вот еще эмоций, а страх, он еще активизирует выработку каких гормонов стресса? Адреналины. Адреналины. А адреналины тоже, я так недавно для себя открыла, это не просто гормон стресса, это мужской гормон. Это мужской гормон. И поскольку, да, вот такое начало жизни, вот такое детство, а детство тоже не сахарное, вот у меня, например, было, меня 56 дней отдали в ясле, мама вышла на работу, декрет закончился. И очень многие женщины моего возраста, да, прошли такой жизненный путь, потому что так было, всем можно было работать. Вот. И вот это, так сказать, все эти страхи, все эти адреналины, и они, так сказать, вот и сопутствуют всей, так сказать, дальнейшей жизни. И с поколения в поколение, опять же сказал один физик, все процессы идут экспоненциально. А экспоненты, это такая кривая, которая сначала идет медленно, потом быстрее, а потом резко поднимается вверх. Все процессы жизни идут экспоненциально. Вот. И поэтому мы сегодня, так сказать, видим то, что видим. К большому сожалению. То есть тазы становятся все уже, а дети становятся все больше. Вот вам ответ на вопрос, почему катастрофически растет количество кислородных сечений. И что же мы, так сказать, все-таки можем в этой ситуации, да, делать. Вот здесь, опять же, я открыла учебник, еще раз прочитала в учебнике по кушеству, что таз, женщина, это, ну, типа, очень жесткая структура и практически неподвижная. И тут у меня тоже немножко, так сказать, не стыковали с Павлой. Поэтому вот, стал я, так сказать, дальше копать и изучать. И уже не в учебнике, да, конечно, пришла информация о том, что, да, за время беременности в организме женщин вырабатывается море гормонов, такое красивое выражение, образно Мишель Аденовичу нравится, море гормонов, да. И среди них есть гормоны, которые делают суставы таза более эластичными, более мягкими, да, то есть таз становится несколько более подвижным. И, конечно, вот в такой ситуации, в которой мы сегодня оказались, да, перед нами стоят две задачи. Во-первых, чтобы дети не росли поросятами, раскормленными, да, что мы уже поговорили. А во-вторых, все-таки, чтобы женщины, которые уже сегодня имеют такую фигулу, да, вот куколки, барды, вот все, да, тазик маленький, маленький, чтобы как-то работать с тазиками, да. Вот, и... Да, я так и говорю, но надо его раскачать, чтобы он хоть сколько-то шевелился в родах, да, чтобы ребенку было легче пролезть. Вот, и вот сейчас, опять же, вот в интернете еще одну книжку вам дам ссылочку. Автор Блондин Кале Жермен, французская женщина-доктор. Книга называется «Таз и промежность женщины». Совершенно замечательная книжка. Там потрясающие картинки, как устроен наш стаз, как устроена промежность, и совершенно замечательные упражнения для женщин. И при подготовке к роду сейчас и после родов совершенно замечательные упражнения. Да, что хотела спросить? Я же говорю, и при подготовке к роду. Автор. Значит, там три слова. Блондин, калэ, жермен. Совершенно замечательное. Ну и, конечно, в принципе, таз и промежность женщин. Висит в интернете, в открытом доступе. Женщины. Женщины. Ну, обычно легко находятся. Нету, если бы была. Я искала, и везде написано продано. Поэтому пришлось скачивать. Нету. Ну, вот если вот такого формата мне сделали распечатку, да, ну, вот такой толщины. Не толстый. Ну, не могу ничего сказать. Вот что я имею, то и, так сказать, могу поделиться. Да. Вот. Вот так. Конечно, конечно, конечно. Ну, и, в принципе, так сказать, подготовка. Подготовка-то к родам, она же ведь многогранная, да. Она состоит из очень многих пунктов, да. Это и теоретическая подготовка. Поскольку, так сказать, все неизвестно и пугает, да. И женщины почему, в общем-то, еще в страхе многие рожают, да, в роддом. Потому что у них нет никакой информации. Они приходят в незнакомое место, видят незнакомых людей, слышат там какие-то четкие оры. С того страшно, и дальше, так сказать, уже как Бога. Да. Молодец. Конечно, влияет. Конечно, влияет. Ну, так, только это очень жестко. Если там на улице очень холодно, то погулять можно в комбинезончике, она пришла домой и переоделась в юбочку, да. Не надо так уж жестко, да, как вот. Ну, конечно, конечно, да. Ну, опять же, там я в лекциях рассказывала, как нам говорил Филик Смирнов, Анатолий Павлович, ин, формация, ин, внутри форма, происходит процессы, да. Если юбочка имеет форму конуса, то это одни процессы, да. А если брюки имеют форму двух цилиндров, то это другие процессы. Конечно, очень много факторов влияющих, да, на это. И женщины в том числе. И даже, когда еще я только начинала в 74-м году работать, у нас была такая дакцент Казанский, Нина Ивановна, ей тогда уже было 80 лет. Вот. И она уже говорила фразу такую, джинсовые тазики. Но тогда я еще не обращала внимания на ее выражения. А вот уже теперь я вспоминаю, думаю, вот надо же, Нина Ивановна, еще 40 лет тому назад, уже, правильно говорю, джинсовые тазики. Да, да, вот куда мы все катимся. Не в ту сторону, куда хотелось бы. Поэтому надо все это объяснять, конечно, девочкам, девушкам, мамочкам. Конечно. Потому что мама ходит в этих, в дудочках такая, девочки смотрят на маму, Жаню, на кого-нибудь. Я сейчас почитала. Экспоненциально. Я-то понимаю, поэтому я и рассказываю, о чем надо задуматься, да, что надо в жизни поменять, очень серьезно. Ты поправишь меня так? Да, да, да. Вот, поэтому, конечно, и вся современная работа, кто занимается правками, да, любыми правками, она очень актуальна. Я всем беременным, которые ко мне приходят на подготовку, мне всем, говорю, пройти. Ну, у меня в Питере там Татьяна Маку, как-то, я говорю, пока через Таня на ручке не пройдешь, на родину поеду. Пока не пройдешь через руки Таня. А Таня, она очень интересный специалист. Она и массажист, и остеопат, и она больше 10 лет ассистировала Никулину Костоправу. Поэтому у нее такой букет мощный в руках. И плюс она все эти годы работает с беременными. Она к Нитилю. Нитилю. Вот, но пробиться к ней сложно, потому что перегрузки. Ваку, Татьяна Ваку. Но она ездит по разным городам сейчас и обучает специалистов, домашних, акушеров, девочек. По всем городам. Что? У меня нету ее специально, но контакт я могу дать, если это интересно. Она меня убьет, потому что она и так живет, что я уже стала ездить с этим всем. Да. Сейчас. Так что так, что кто услышал, кому надо, приглашайте. Самое главное, нужно группы собрать на местах. Да, Татьяна уже приезжает. Значит, 8, 9, 1, 1, 9, 5, 3, 1, 1, 9, 5, 3, 1, 1, 9, 5, 3, 9, 4, 5, 7. И Татьяна приезжает. У меня есть разные города и проводит трехдневные семинары, пятницу, субурец, воскресенье. Она делится опытом тоже. Опыт интереснейший. Она работает и с новорожденным, и с беременными, и с любым возрастом. и работает очень хорошо значит значит про упражнение я сказала вот в этой книжечке что у кого ну вообще интернетом ну проезжай ко мне на семинар на сегодняшний день ну а как вот я не знаю это снести значит весь вот замечательно если уж совсем никак интернет могу через конечно да, сейчас там еще это снести значит я не знаю что это нет шпажат не раскрывает он наоборот сделает так чтобы шпаж вообще не раскрывает варина Никитина я тебе его подтягиваю нормально ну вот значит так вот видите как много причин да почему к родам нужно готовиться всем вот ну и у нас еще целый час впереди почти что ну давайте мы тогда так потихонечку и плавно перейдем да вот к вопросам что ж такое зашлакование организма что такое его очищение конечно все связано да и тело и душа но тем не менее так уж поскольку я реальный врач так сказать земной окончивший медицинский институт и начала я с нашего бренного тела вот и я пришла к пониманию что основным источником зашлакования организма является наше питание эта тема очень сложная очень противоречивая и поэтому я всегда говорю так я не настаиваю на том что я истинная последняя станция я просто делюсь с вами своим опытом вот и во первых мне себя пришлось тогда вытаскивать из инвалидности я изучала очень глубоко копала эту тему я встречала много всяких диет много всяких рекомендаций я их испробовала на себе как я говорю мое тело больное было как полигон и я смотрела результаты просто по тому насколько на меня действовали эти методы вот ну и потом когда все-таки вот я пришла к тому к чему пришло я рекомендую всем своим пациентам которые ко мне обращаются ко мне обращаются как вы понимаете больные люди да с проблемами здоровья вот и в общем-то вижу что когда человек реально выполняет рекомендации то результат получается но здесь сразу хочу сказать да что одно питание ничего не решает так же как и одно движение так же как и одно закаливание и так далее я пришла к пониманию что вот четыре основных момента питания питье воды да и движение и закаливание вот когда они параллельно все вместе работают у меня такой образ в картинке сложился автомобильчик да вот четыре колеса есть машина едет с ними любое колесо и хоть ты будешь стоять на месте да то есть комплексное целостное должно быть обязательно да целостный подход а плюс еще автомобиль у машинки за рулем там должен сидеть да то есть все связано вот все единое все связано еда вода движение закаливание ну вот начнем мы сейчас так сказать да именно с вопроса питания ну вот лично я пришла для себя сначала к пониманию вопроса вегетарианства да то есть исключить так сказать пищу содержащую мясо то бишь трупный яд и в общем-то этот вопрос тоже он сам по себе не очень простой потому что во первых мне уже было там сказать до 40 далеко привычки с детства они очень так сказать сложно да от них уходить ну в общем-то медленно наверное мне удалось уйти а с другой стороны вот я опять же как гинеколог сталкивалась с такими женщинами которые приходили ко мне с жалобами либо цикл нарушился либо вообще месячные прекратились хотя молодая женщина да и когда начинаешь выяснять после чего это это оказывается вот такая смена питания тоже приводит да вот к таким последствиям поэтому поэтому вот я всегда придерживаюсь такого принципа что любые изменения которые вы хотите вносить в свой образ жизни в частности питания да должны быть постепенными нельзя резко с места в карьер так сказать да какие-то менять позже позже я пришла опять же к товарищу углю если кто-то слышал эту фамилию это наш академик советской эпохи который посвятился своей жизни изучая питание человека и он как раз писал о том что существует пять видов пищеварения у нас в желудочном пищеваренном тракте и один из них самопереваривание да вот об этом сейчас все слышали то что это один из пяти как-то многие опускают что неправильно во-первых пишут ссылки на автора что мне не нравится когда что-то делали а во-вторых вот только выдирают так сказать слово из песни что совершенно не верно вот и уголев как раз вот описал вот этот процесс аутолиза то есть когда продукт не подвергался нагреванию выше 40 градусов то он самопереваривается у нас внутри желудочно-пищеваренного тракта и неважно он растительный продукт или животный продукт если же продукт нагревался более высокой температурой то там происходит разрушение ферментов биологически активных веществ да которые как раз расщепляют более сложные структуры на более простые кроме того еще пришла тоже интересная теория формула зубов не помню ни книжку ни автора все утрачено но замечательная теория формула зубов она мне очень понравилась потому что автор писал таким образом вот люди сегодня питаются ну так сказать кто чем а как же на самом деле вот изначально по природе какое питание было предназначено да для человека и оказывается на этот вопрос можно ответить если посмотреть на форму зубов и сравнить с животными стоматологи различают у нас три типа зубов резцы клыки и жевательные зубы да вот и посмотрели у каких животных такие зубки и чем они питаются на воле только они домашние домашние животные тоже мы уже так сказать довели до ручки и кормим неправильно там тоже у них все разрушено и возвращено хотя животные которые живут на воле вот и как оказывается резцы наши похожи на кого зайчиков кроликов и на всяких там мышек хомячков которые по полю бегают да там питаются значит вот жевательные аж 20 зубов как у коровы лошади верблюд и так далее да которые питаются травкой вот с клыками сначала мне было так сказать сейчас я закончу да с клыками я подумала что все-таки это для мясной пищи а потом когда следом пришла информация о том что и кишечники это тоже разные значит что получается да у хищников у которых клыки кишечник короткий по отношению к размеру животных и там очень кислая среда и быстро мясо переваривается и бросается у коровы очень длинный кишечник несколько раз длиннее ее и среда щелочная слабо щелочная а какая у нас среда в кишечнике тоже щелочная и он длинный длиннее любого человека да несколько раз не помню точно в метрах но по крайней мере ну кто пишет 15 кто 25 ну вот цифры разнятся но по крайней мере длинный кишечник да значит все-таки наш пищеварительный тракт больше предназначен для пищи как у травоядной вот а для чего же все-таки тогда клыки они похожи на клыки не похожи на клыки вот и дальше мне встретилась еще одна очень интересная теория но вот тоже книжку у меня зачитали я только по памяти цитирую значит есть такое в Москве дяденька Владимир Шемшук знаете и вот у меня была книжка которая называлась питанием но вот сейчас книжки которая висит в интернете на сайте я не нашла этой идеи которую я сейчас вам хочу сказать значит он в той книжке написал что если мама после рождения кормила ребеночка грудью не менее двух с половиной лет то за это время организм научается вырабатывать все необходимые для жизни деятельности вещества из любой пищи прикиньте я не знаю я прочитала я вам рассказываю я стала спрашивать всех своих пациентов сколько тебя мама кормила грудью такие больше года почти никому единичные в поле зрения может быть там один из пятидесяти человек которые мама кормила то есть фактически естественно естественно значит получается что вот эту способность да которую дала природа изначально просто из поколения в поколение уже разрушили окончательно разрушили окончательно к большому сожалению вот и тогда получается что если тело само не в состоянии да а то что в теле происходят алхимические процессы это в общем-то тоже надеюсь ни для кого не секрет но вот этот процесс природный да он разрушен поэтому все-таки как я представляю себе мы должны тело обеспечивать разными продуктами и белки животные растительные и жиры животные растительные и углеводы и витамины и минералы и так далее все-таки они должны присутствовать ну поскольку и даже вот я всем говорю посмотрите на свой язык зеркало язык зеркало говорят желудка но не только желудка всего желудка и кишечного тракта так вот у здоровых людей язык должен быть розовый чистый гладкий для сердца ни у кого сегодня таких языков нету если есть покажите я в Китае не была значит здесь есть еще такой момент когда у всех патология она называется нормой и много таких примеров можно привести к большому сожалению я думаю что и здесь это имеет место быть ну вот а языки у всех почему нездоровые потому что кишечники нездоровые а почему кишечники нездоровые потому что никого груди не кормили как положено по природе вот и все все очень просто понятно да вот поэтому здесь вот такой вот получается так сказать печальный момент но тем не менее да будем работать с материалом заказчика с каким здоровым человек приходит будем с этим работать да вот и поэтому конечно, конечно, так сказать, вот все эти моменты, да, очищения, а как известно в народной медицине, на первом месте в схеме очищения стоит какой орган? Кишечник, молодцы, 5 баллов, да, вот только на втором печени и так далее. Ужас, и грамотно для этого. Итак, вернемся к питанию, да, что же нам есть, что же нам есть, и все-таки ориентируясь на вот эту формулу зубов, кулаков-то всего 4, 1,8 часть из 32, да, поэтому я предлагаю, так сказать, рацион выстраивать таким образом, все-таки животные продукты включают, но не содержащие крупные ямы, да, это молочка, это яйца, это морепродукты, вот, ну, в небольшом количестве, где-то вот одно разночное, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот, а остальное все растительная пища, ну, и, в общем-то, я говорю, что на этом принципе, в общем-то, более-менее хорошо получается, то есть, выздоравливают те больные, которые сказали, что это всегда нет и не лечится, и получается, что лечится. Да, вот в отношении рыбы сложный вопрос. Многие говорят, что это же тоже вроде бы труп, да, трупный яд, но почему-то, вот, просто мой личный опыт мне показал, что, вот, что-то с рыбой по-другому немножко, чем вот эти коровы сегодня. Я в детстве очень не любила вообще вот эту рыбу, ни в каком виде, ни в какую, а вот, когда я уже стала перестраивать, да, вот, свое любимое, свое питание, мне наоборот потянуло к рыбе, да, я ее сейчас очень люблю, я ем с удовольствием, что-то в организме поменялось, да, кардинально поменялось, вот, и так этот пазлик завис, пока не приехал к нам в 12-м году, у нас был в Питере семейный фестиваль, и приехал на Филе Адену в Гребеншане, вот, он там 2 часа тоже лекцию свою читал, она, кстати, ищет на сайте записи, если кому интересно, можно послушать, и вот, среди прочего, он стал рассказывать, он говорит, я задался вопросом, кто на Земле, кроме человека, из млекопитающих рожает детенышей в смазке, они не знают, что у нас детки в смазке рождаются, ну, он говорит, всех сухопутных проверил млекопитающих, не у кого, но стал искать дальше, и нашел у земноводных моржи, тюлени, котики, да, у них детки рождаются в смазке, чем холоднее вода, тем больше смазности, да, да, вот, а у меня тут сразу пазлики схлопнулись, эти-то чем питаются, наши родственники, морепродукты, в том числе рыба, да, пусть мы очень далеки, может, там, не знаю, сколько-то миллиардов лет назад, но где-то у нас есть родственные такие-то корни, да, раз... — Я хочу поаплодить. — Мои личные обозрения, да, я прохожу, спасибо. — Спасибо. Да, вот, и поэтому я, так сказать, вношу морепродукты, в том числе рыба, в список продуктов, которые, в общем-то, для нас нормальные питания, необходимы. И, конечно, рыбий жир. Все эти омеги, которые необходимы для работы мозга, это всё рыбий жир, и поэтому... Яйца я назвала, да, животные продукты без трупного яда, да. Да. А сзади вообще не слышно. Вопрос «Молочка при беременности» — это тоже непростой вопрос, и я бы сказала, что здесь есть очень большая путаница, потому что очень большая тема касаемо того, что кальций в организме — это не просто ион. Кальций в организме находится в связанном виде, в виде солей. И здесь надо чётко различать, что есть соли кальция, ну, в кавычках, конечно, полезные, а есть вредные. Полезные соли кальция поступают, в том числе и с молочкой, и они организму усваиваются, ведь мы знаем, что все клетки обновляются, в частности клетки скелета тоже, костные клетки. Они отмирают там где-то считаются год через два, да, и новые образуются. Этот процесс непрерывно идёт. Значит, для построения костных клеток кальций нужен. С другой стороны, кальций очень активный ион, который участвует в обезвреживании токсических веществ, которые тоже либо поступают в организм, либо образуются в нём. И образуются соли кальция, только теперь уже вредные, которые организм выводит. У организма есть для очищения много возможностей, да, на первом месте два канала, это на чай и кал. И если эти каналы работают хорошо, то соли вредные, должны выводиться из организма, так или иначе. А если эти каналы работают плохо, то соли накапливаются. И так же, как у стариков, у которых разбухают суставы, да, это склады каких солей кальция? Вредных, плохих, да? И вот точно так же, точно так же я отношусь к теме, якобы, если женщина беременная употребляет молочко, то у ребёнка будут жёсткие кости черепа, и он не сможет сложиться и пройти, якобы. Кости черепа сами по себе не жёсткие, не мягкие. Кости черепа подвижны, у них же есть тоже где-то сустав. Сустав должен быть эластичным. А эластичность сустава от чего зависит? От количества мусора и от количества воды. Поэтому молочка здесь ни при чём. И кости черепа у детей бывают очень разные, у новорожденных. Они бывают действительно очень жёсткие. А бывают даже хрупкие. И в процессе естественного прохождения портового канала, у меня в домашних родах было два случая трещина теменной кости у ребёнка. Это уже вообще остеопороз, на самом деле, рождённый. А бывают кости черепа такие мягкие, что называется у педиатров синдром четровой шляпы. Четровая шляпа, знаете, что это такое, да? Вот на косточку нажимаешь, она проваливается, прогибается. Ну, как ватка, да, прогибается. Поэтому здесь не молочка играет роль, а общее состояние здоровья и степень заслугованности организма. Немножко с другой стороны подход. Даже немножко, а немножко. Понятно, да? Вот. Поэтому, поэтому, вот у нас такой рацион и получается, да? Ну, и плюс вот в отношении живой и неживой, да, варёной пищи, ну, по крайней мере, в климате Ленинградской области и Санкт-Петербурга там на одной сырой пище не выживешь просто, потому что зимой холодно, замёрзнешь. Вот. Поэтому я предлагаю, да, примерно где-то там пополам, да, по крайней мере, я так питаюсь, у меня половина рациона это там овощные салатики, фруктики, да, живые, но половина зимой всё-таки это термически обработанная пища, потому что иначе никак. Даже при всём при том, что я стараюсь очень энергично двигаться, да, всё равно холодно. А вот летом, да, когда очень хорошая погода, тёплая, там, пожалуйста, да, можно жить без варёной пищи. Но это только лето. А весна и осень, там все эти дожди, холод, это не получается. Но даже этого достаточно, даже этого достаточно для того, чтобы получать те замечательные результаты, которые я получаю, вот, наблюдая за своими женщинами и детишками. Ну, что кушать, мы с вами проговорили, да, а теперь ещё вопрос, как кушать. Ну, то, что надо пищу перезвывать, это, наверное, все знают, да, твёрдую пищу пить, а жидкую жевать, это все знают. А вот интересный момент, навряд ли, вы знаете, если не слушали мои лекции. Я в одном из семинаров рассказывала, что дисбактериоз кишечника, да, гнилостные бактерии, что гнилостные бактерии, как раз они бурно размножаются, потому что какую пищу любят? Мясо, которое там гниёт, и сахар, да, который способствует этому. И мне одна девочка задаёт вопрос, скажите, пожалуйста, «А какую нужно есть пищу, чтобы накормить вот хорошую молочнокислую флору?» Я сказала, мне надо подумать. Вот, стала я думать, и, значит, вот замечательно, вот когда висит вопрос в голове, рано или поздно, я была на семинаре на другом, где, значит, рассказывала женщин-мекробиолог, профессор из Московского университета, с кафедры микробиологии. Вот, и она сказала такую интересную вещь, что наш организм наполнен жильцами, да, микробы, вирусы, там, всякие-всякие прочие. Но их всех, жильцов, можно разделить на три группы. Есть полезные, но которые молочнокислые, которые способствуют перевариванию, там, вырабатывают ферменты, витамины и так далее. Есть условно-патогенная флора, то есть те, которые, ну, как бы живут и сильно себя не проявляют никак. Но если человек вдруг ослабнет, то они могут тогда вызвать какой-то воспалительный процесс. А есть откровенно вредные, да, которые вот они, так сказать, те же гнилостные бактерии, кишечники и так далее. Оказывается, оказывается, что у них ресторан по расписанию в течение суток. И наши хорошие друзья питаются с 4 часов утра и до 13. Не что есть, а когда есть. Очень важно есть в это время, чтобы кормить свою хорошую флору. Да еще мы знаем, что лучшее питание для флора – это живая клетчатка. Поэтому я всегда говорю, у меня первый завтрак – это фрукты. И зимой тоже, да, а потом уже там что-то дальше. А? Если она не здоровая, то мы уже не мечтаем, да, о беременности родов. Сначала лечимся. Вот. Дальше. С 13 до 18 в ресторане в этом нашем питается условно-патогенная флора. А с 18 до 4 часов утра как раз, значит, 4, 13, 18 часов. А с 18, вот кто ночью в ресторане гуляет? Самые, 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 да? И у меня так сразу такая тоже аналогия в голове вспомнилась, да. Так вот, что еще мне сразу вспомнилось? Наш любимый товарищ Суворов что говорил? Все помнят? Завтрак съешь сам. Обедом поделись другом. А ужин отдай врагу. Хотя он не знал микробиологии. Но народная мудрость вот она вот такая. Знали люди, да? Когда лучше есть. Поэтому, конечно, тоже очень важный вопрос. А если мы так сразу на секундочку перескочим, что пресловутая молочница сегодня, которая всех достала, это дисбактериоз лагалища, который является следствием дисбактериоза кишечника, то... Это отдельный вопрос, да? Еще, да. Вот. То получается, что... Да, вот у меня такая Людочка, есть мамочка, у меня уже пятеро детей, трое последних домашних. Ну вот, она все ходила, когда на подготовку с четвертым. Я говорю, ну, Татьяна Алексеевна, у меня молочница замучила. Ну, что мне еще сделать? Я говорю, ну, вот это, вот это, вот это. Все равно не проходит. А потом приходит и улыбается. У меня прошла молочница. Я говорю, и... Ну, я совсем перестала есть конфетки. Вот прикиньте, да? Совсем перестала. Наконец-то совсем перестала есть конфетки. Все прошло. Ну, то есть вот так вот все интересно, да, в организме между собой. Все едино, все связано, все завязано. Понятненько, да? Вот. Ну, и еще вот очень тоже такой важный вопрос в питании, это вода, питье. Совмещать, не совмещать. Тоже есть очень много, скажем так, теорий, что ли, да? Далеко ходить не надо. Сегодня мне в комнате тоже моя соседка тоже говорит. Вот я пью воду за 15 минут до еды и через 2 часа после еды. Я говорю, а что так? Если хочешь пить, надо пить. Это же книжка Батман Хилиджа. Это настолько гениальная книга. Я когда его встретила и стала все его, так сказать, установки на практике проверять, я убедила, что абсолютно все правильно. Абсолютно все, что он написал про воду, оно все так и есть. Так он написал, что вода участвует в процессе пищеварения, переваривания. И там есть реакция гидротации. То есть какие-то молекулы нуждаются в том, чтобы их соединили с молекулами воды. И если воды в организме очень мало, то что процесс переваривания как-то уже нарушится, не так пойдет, да? И поэтому он прямо написал, даже если вы хотите пить во время еды, пейте. То есть никаких ограничений быть не может. Заставлять не нужно себя, если тело не просит. Но если хочется, то нужно. И у меня тоже был такой забавный случай с одной беременной. Значит, она стала жаловаться, что у нее отеки появляются. Я уже проговорила их, мы с вами проговорили, что отеки – это дефицит воды в организме. Я ее спрашиваю, а сколько воды ты пьешь? Она говорит, а я не успеваю пить воду. Я говорю, это как? Ну как же, она говорит, ведь после еды два часа нужно не пить. Я, говорит, поем, час пройдет, я опять есть хочу. Я опять поем, час пройдет, я опять есть хочу. Поэтому пить мне некогда. Понятно, да? Ну, то есть вот такие вот заморочки возникают, когда, ну, вот как-то непонимание идет, перегиб туда или сюда, в ту или иную сторону. Вот. Поэтому, поэтому, значит, вот, так сказать, вопрос питания нашего. Какие еще вопросики по питанию остаются? Хороший вопрос. Значит, в личной моей практике я встречала сыроедов, такая одна только пара у меня попалась, нет? Одна только, да. Вегетарианцев много, а вот именно сыроедов только одна пара была, и там довольно все благополучно. Да, и папа, и мама здоровы. И вот со мной они, из троих-двоих детишек, рожали, там все хорошо. Но, но, есть у меня коллега в Ярославле, Юлия Шелепина, известный тоже человечек в наших кругах. Вот, и висит ее ролик. Вот, Остана, бери, Юлия Шелепина, и послушай. У нее как раз в поле зрения, не знаю почему, но попадает огромное количество женщин, которые, можно сказать, этими всеми голодовками себя истязают. Потому что она говорит, что просто, когда женщина, она вся зеленая, да, прозрачная, то, во-первых, там и с родами все очень сложно, а во-вторых, какие дети приходят. Дети-то, я же сказала, от осинки не бывает, апельсинки. Если здоровье мамы такое, то это получается дальше полная ерунда. И поэтому она категорически, агрессивно там высказывается против вот этих всех видов питания беременных. Я не говорю категорически против, я же говорю, каждому должен быть подход индивидуальный. Смотря на какой уровень по табличке реки Вега мы находимся, чем дальше в лес, тем больше дров. Если организм совсем уже не кокущий, а его еще мучить там голодовками, там, вручными, вот этими всякими вещами. Вот, поэтому вот я так подхожу. Что-что? Дело в том, что, да, я знаю, читала и встречала много антипаразитарных всяких методик. У меня подход немножечко отличается тем, что у меня было два случая, когда люди начинали выполнять рекомендации мои, то есть очищаться вот по всем этим направлениям, да, еда, вододвижение, закаливание. Две женщины мне стали рассказывать, что, грубо говоря, глисты из них сами побежали. Им стало нечего есть, как я понимаю. Ведь любые паразиты живут только при условии, что им там комфортно. А в первую очередь есть чем питаться. Если человек начинает очищаться глобально, да, весь организм, то, видимо, да, от того, что им там стало хуже, меньше еды, они просто сами выходят. Это индивидуально, смотря на сколько запущен организм, как я говорю. Все зависит от степени запущенности. Сейчас. Ну, как сказала профессора, да, из Московского университета, время питания, время питания. Поэтому я думаю, что, да, наверное, питаться полезной едой для этой флоры лучше все-таки вот в это время. Это не только Чичагов говорит. Это очень многие авторы говорят. Люди, которые занимаются оздоровлением, да, и говорят, и пишут. Эти перекликаются очень вещи, да, да. И когда так все сходится, я всегда говорю, мнения ученых сошлись. Значит, оно так и есть. Да. Ну вот, если мы переходим к воде, то переходим к воде. Переходим. Хорошо, по еде разобрались. Значит, про воду. Вот я говорю, что я очень много, так сказать, ссылаюсь на книги вот этого доктора Батманг-Хелиджа. И рекомендую всем самостоятельно их читать. Батманг-Хелиджи. Одно слово. Вот такая фамилия длинная. Вода для здоровья. Батманг-Хелиджи. Он тоже очень интересно про себя описывает. Там где-то в Азии какая-то шла война, и он попал в какую-то тюрьму. И он пишет, что они сидели там в камере, там чуть ли не 100 человек заключенных. И к ним относились очень так, ну, по-скотски. Ну, вот. И вот он пишет, что там у одного мужчины начался приступ болей в животе. У него была язва желудка. И он там, да. И он, он говорит, я как врач, мне захотелось ему помочь, но я ничего не мог сделать. И вдруг я, говорит, увидел, что там есть на стене кран, и там стоит на раковине стакан. Стакан дал ему выпить. Он через какое-то время стал тише кричать. То есть я, говорит, понял, что ему стало легче. Я дал ему выпить второй стакан. И через какое-то время он успокоился. Вот это было начало его пути. И дальше он вот много лет посвятил изучению этой темы. Ну, вот. И книжка замечательная совершенно. И он как раз пишет о том, что среднестатистический взрослый человек за сутки теряет 2,5 литра воды. Примерно 1,5 литра выписывает, примерно 0,5 литра выдыхает, и примерно 0,5 литра спотом с кожи спаряется. Значит, получается, что если мы не восполняем суточную потерю, значит, мы сохнем. И тоже интересный вопрос, да. Сколько же воды в организме человека. И тоже я копала много литературы своей медицинской. И удивилась, что везде разные цифры, количество воды в организме человека. Пока не натолкнулось на информацию, но, правда, есть один наш дядька физико-химик, который претендует, что наши открыли эти проценты. А я встретила в книжке Масару Эмото. Знакомое имя, которое вот звездочки, кристаллики замораживает, да. У него в книжке написано, что в организме зародыша 99% воды. Ну, и циклетка там же, в общем-то, кроме оболочки ядра, да, водичка. При рождении в организме ребенка содержится примерно 90% воды. Когда человек переходит уже в средний такой возраст, да, взрослый, примерно 70% воды. А к старости в организме остается около 50% воды. И если процент 50 и меньше, организм не может жить. То есть меньше половины воды в организме не может быть, потому что жизнь погибает. Вот такие интересные цифры я встречала. И, опять же, я же работала на аппаратике УЗИ. Вода – самая лучшая среда для прохождения ультразвука. И я давно уже заметила, что картинка на экране очень отличается. Когда смотришь маленького ребенка, там все четко и ясно, резкие картинки такие хорошие. Когда смотришь какую-нибудь пожилую женщину, да, там, как в лондонском тумане, резкость пропадает, да. Ну и это понятно стало, что количество воды в организме уменьшается. Но тогда я еще задала такой вопрос. А именно ли с возрастом связана, да, потеря воды, или все-таки она связана с чем-то другим. Вот. Я провела такое мини-научное исследование, поскольку у меня была такая возможность. Я стала отслеживать женщин в одном возрасте, вот 30-летних, беременные 30-летние. Ко мне же очень много. Я там сидела в кабинетике УЗИ, у меня поток был где-то полторы тысячи женщин за год проходило через этот кабинет. Вот. И я просто вот себе решила отмечать. И что я увидела? Даже в одном возрасте, да, у этих женщин картинка тоже отличается. У кого-то лучше видно, а у кого-то хуже видно. И я тогда стала задать вопрос, сколько водички ты пьешь? И тогда я увидела прямо пропорциональную зависимость. Женщины, у которых картиночка мутная и плохая, да, говорили, а мне доктор запретил пить. Или там доктор ограничил там пол-литра в сутки или литр в сутки, да. А женщину, у которых хорошая картиночка была, то есть много воды в организме, они говорят, ой, доктор запрещает, я все равно пью. Молодец. Правильно, да, твоя интуиция тебя не подводит. То есть вот таким образом получается, да, что все-таки мы высыхаем с возрастом, но исключительно из-за того, что мало пьем. Ну и опять же мой опыт, так сказать, практически показывает, что прожиточный минимум в сутки воды, для беременных и болящих. Три литра минимум. Три литра минимум. А? Дело в том, что организм штука интересная. Он приспосабливается к тем слоям, которые есть. И когда человек, как я говорю, живет в Сахаре, организм какое-то время выживает. Только в Сахаре он быстрее помрет, да, чем если человек выберется к воде. Вот. И даже когда человек начинает пить больше, чем обычно или вообще не пил, у некоторых, я бы сказала, даже у многих, первая реакция – это очень часто, так сказать, ночью спусками. Не успел попить – сразу пись. Не успел попить – надо туалет, да. Вот. Но я хочу сказать, что это временное явление. И оно проходит. То есть организму нужно время. Все-таки материя – это инертная штука. Нужно время, чтобы перестроиться. Все процессы перестраиваются в организме. И все это происходит постепенно. Поэтому и приучаем мы себя к воде постепенно. Не сразу три литра жаснуть, да, чтобы пойти, я обратно выскочила. А просто вот начинаем пить по чуть-чуть, но все время, все время поднимая, чтобы в ближайшее время выйти на этот уровень. Полтора литра – это очень мало. Если он написал, что потеря 2,5, как же полтора литра? Может быть. Я как-то эту формулу пропустила, значит, она меня не заинтересовала. Да, я остаюсь при таком мнении. А дальше в лес больше дров. Беременным я вообще предлагаю в первом триместре придерживаться этой рекомендации. А с четвертого месяца, сколько месяцев, столько литров. Да, 9 месяцев 9 литров. И вы знаете, я вам хочу сказать, что даже этого бывает недостаточно. А к этому я пришла тоже через очень интересную беседу с одной беременной мамочкой. Машенька такая, тоже очень девочка разумная. Она так стоит на подоконнике облокотившись и говорит, Татьяна Алексеевна, вот вы говорите, что у ребенка примерно там литр околоплодных вод. Я говорю, да, к концу беременности примерно. И что эти воды все время обновляются. Я говорю, да, вот так написано у многих авторов. Каждые 2-3 часа околоплодные воды обновляются. Татьяна и спрашивают, а сколько же литров воды в сутки нужно ребеночку, чтобы он жил в чистой водичке. Ну поделите сутки на 2-3 часа. И вы узнаете, сколько литров чистой воды ему нужно от 8 до 12. Если мама вообще не пьет воду, откуда будет чистая водичка? И тогда малыш сидит в грязной, мутной и вонючей воде, которую я наблюдала за время работы в роддомах. Не однажды, а многократно. Я даже, если бед малыш такая злая, на тех женщин, кто говорит, я не могу пить, мне не лезет. Я говорю, хорошо. Представь себе, ведь ребеночек там, в утробе, он и писает, и какает, и пьет. Я говорю, давай тебе возьмем в твоей квартире, ланну, нальем водички, посадим тебя туда на 9 месяцев. Ты будешь записывать, какать и пить. Нет, я буду пить. Такой убедительный аргумент придумала. Всех убеждаю. А на самом деле есть очень много признаков дефицита воды в организме. И самый первый признак, как пишут в отманке, лишь это цвет мочи. Если у человека воды в организме достаточно, цвет должен быть вот такой. 24 часа в сутки. Да. Если моча хоть немножечко имеет цвет, то это уже концентрация соли, это уже дефицит воды. А если этот цвет еще и такой мощный, густой, темный, то это очень плохо, потому что там уже идет кристаллизация, да, и образуется в почках песочек, потом камушки, ну и дальше в лес больше дров. Понятненько, да? Да, да. Ватнан Кхилис написал, что речь идет о чистой воде. Любые примеси к воде уже являются едой. Едой. А? Ой, слава богу. Я ставлю на первое место родниковую воду. Ну, насчет мягкой или жесткой, мне трудно сказать. Это же зависит от того, где вы живете. Вот. Дай бог, чтобы вообще хоть какая-нибудь была родниковая водичка. Вот я, например, живу за 30 километров от родника, но мы возим воду, потому что она родниковая. Мы ее привозим, питьевую воду. Ну, а так, конечно, приспосабливаемся как можно. Вот я вчера заселилась вечером в гостинице Жанэ, мне сказали, что там воду пить нельзя, только в магазине. Ну, что мне делать? Пошла, купила. Ну, то есть, что есть, да, то есть. Но, конечно, известно много способов, да, все-таки оживление воды, ведь вода – это живой организм, а все бутылки закупорены, нет доступа к кислороду, и водичка умирает. Мертвая вода. Но ее нужно реанимировать. И способов тоже много. Начиная от солнечного света, кончая, так сказать, дорогая моя, я тебя люблю, да, ну и все, что угодно. Реанимировать водичку, да, и пить. Но лучше, чем ничего в любом случае. И вот Батман Хилиш, он описывает, как бы сказать, степени обезвоживания, да, и он пишет, что самая легкая степень, она проявляется в таких симптомах, которые можно назвать, так сказать, с точки зрения головы, да, какие-то эмоциональные состояния, какая-то там слабость, какие-то головокружения, да, то есть вот эти все симптомы, он относит к легкой степени обезвоживания. Но если, так сказать, процесс нарастает, то дальше уже средняя степень обезвоживания. И вот здесь самое-самое, нехорошее, так сказать, заболевание, это запоры. Это запоры. И тоже работа кишечника, очень, так сказать, штука интересная. Мы, кстати, с вами не проговорили, критерии правильного питания, это правильная работа кишечника. Стул должен быть у человека столько раз в день, сколько он поел. Не только у младенцев, но и у взрослых людей. Мне не о чём их сошлись, да? Ну, согласна, не согласна. Каждая есть своё мнение. Но на самом деле, опять же, я делюсь своим личным опытом, да? И второй критерий, не должно быть резкого зловонного запаха, что является признаком гниения в кишечнике, да? И третий критерий, это то, что экскременты должны погружаться под воду, а не как пословица, да, плавать в проруби. Это если человек неправильно питается, то оно и плавает. На самом деле, вот я говорю, у меня там тоже участок на берегу пруда, и там рыбки плавают. Я говорю, если бы рыбки, как ли, у них бы всё всплывало, да могли бы мы туда купаться пойти? Увы. Поэтому, поэтому, и у нас тоже при правильном питании всё должно быть на дне. И когда мы уже, так сказать, достигаем всех этих результатов, можно сказать себе, ну, что я более-менее правильно начинаю питаться. Потому что, на самом деле, действительно, когда всё очень запущено, когда кишечник все увешан там каловыми камнями, то эта чистка продолжается годами. Это много лет нужно, чтобы привести в порядок при таком состоянии кишечника. Вот. Ну, и если мы вернемся к воде, да, то запоры. Опять же, если мы вернемся к кишечнику, Луглиф нам рассказал о том, что в кишечнике, какие ещё процессы происходят, кроме пищеварения. Кто знаком с его теорией? В кишечнике находятся эндокринные железы, которые вырабатывают все гормоны, какие есть только у нас в организме, с головы до пяток. И гормоны гипофизы, и гормоны половых желез, всё вырабатывается тоже в кишечнике. И если у нас запоры, а запор – первый симптом дисбактериоза кишечника. А дисбактериоз – это там мало хороших и много плохих. Нарушаются ещё и гормональные все процессы в организме. Какая ещё функция очень важная, огромная находится у нас в кишечнике? Хорошо, мы завершаем сейчас. Там у нас находится, теперь уже процент повышается с каждым годом, 70% иммунитета находится в кишечнике. Поэтому прикиньте себе, как важно, чтобы кишечник очень хорошо работал. А очень хорошо это вот там. Сколько раз поели, столько раз сходили. Причём в течение где-то получаса. Это мне говорила Игорь Мыкин Анна Ивановна, целительница Салтая, которой я общалась несколько лет. Да? Вот так нормально всё должно происходить. Вот. Поэтому запоры, запоры – это, в общем-то, так сказать, начало всех проблем. И практически, когда ко мне люди приходят более-менее серьёзными болячками, у них у всех имеет место быть запоры. И даже если человек ходит каждый день в туалет по-большому, ну, один раз я уже называю наклонный запор. То есть, если человек ходит по-большому в туалет каждый день, но только один раз, ест-то три раза, а ходит в туалет один раз, я уже называю это наклонность запором. Да. И говорю, что это тоже нужно прорабатывать. Как? Пить много воды, двигаться активно, есть много клетчатки, да. Есть такой замечательный салат с щёткой, который я нашла тоже в интернете, он мне очень понравился, я всем рекомендую. Сырую свёклу, сырую морковку, трём на тёрочке, крошим туда белокочанную капусточку. Вот это вот основа щётки, это грубая клетчатка, а туда можно добавлять всё, что хотите, масло, зелень, там, лук, чеснок, там, ну, всё, что угодно. Но в основе вот эта грубая клетчатка, она действительно как щётка, когда человек каждый день начинает эту щёточку кушать, то кишечник таки по неволе начинает работать, как положено. Да, и практически, ну, правда, я, так сказать, обладаю каким-то свойством, мне говорят, у тебя на волшебный пендель это даёт, да, но все, кто попадают ко мне в поле зрения, у всех получается наладить. Воле-неволе. Ну вот, я тогда предлагаю на этом остановиться, потому что, так сказать, очень много всего, ну, но мы четверг, да, вечер. Точно через день мы на сцене, не в третий день, я пока не знаю. Ваши через день мы на сцене. Тогда до завтра. До завтра. Благодарите, я с вами. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо.